друзья мои всем привет всем огромный привет сегодня у нас с вами на повестке дня канал деревенский дневник очень многодетной мамы да сегодня речь пойдет об ольге быковой давно давно я про нее не снимала сейчас у нее очень много всяких разнообразных новостей ну что ж начнем сначала планирует ольга открывать второй канал возможно пообещала что открытие будет уже к новому году но говорит о том что работать будет оба канала то есть и этот канал основной и второй который планирует открывать новый канал от его от тематика нового канала будет иная то есть это будет канал о своей семье о буднях своей семьи насколько я понимаю возможно ольга планирует показывать своих детей чего она в принципе раньше никогда не делала но поживем увидим как говорится время покажет я так понимаю что действительно акцент будет делаться на многодетности многодетность сейчас в тренде на ютубе поэтому на нее делается ставка идея возникла открыть второй канал поскольку я так понимаю основной канал поле считает узкоформатным фермерство ну принципе далеко не каждому интересно возможно оля мечтает объять необъятное да посмотрим что из этого получится но уже сейчас она обратилась к специалистам который проверяет ее основной канал делают по словам оли аудит на основном канале насколько он эффективен мол все ли оля выжимает из этого канала все ли все что можно выжить выжимает оля и в это время оле пришлось отказаться от модераторов поэтому на канале оле сейчас царит полная анархия и хаос пишут люди что хотят не стесняясь выражениях никоим образом многие пишут что так и так мы раньше были о вас лучшего мнениям вас разочаровались кто-то пишет о том что мол отписываемся причем огромное количество людей пишут о том что они отписываются 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 модератором ольга правда сказала спасибо и даже приготовила им поистине царские подарки на самом деле ничего ценного это просто моя шутка со словами я мечтаю вас отблагодарить обращалась ольга к своим модератором одарить так скажем оля не нашла ничего лучше чем подарить взрослым людям наклейки на окна с новогодней тематикой да ну конечно же кто-то скажет дареному к нему в зубы не смотрят но знаете друзья мои учитывая какое уль оле огромное хозяйство какие у нее доходы имеются от канала и сколько ей донатят и высылают ей до на обзоры я считаю что можно было бы и что-то более существенное более ценное подарить тем более что негативных комментариев которые удалялись модераторами было очень и очень много то есть модератор в принципе справлялись со своей работой очень хорошо сразу знаете мне вспоминается олина излюбленная фраза да не не оскудеет рука дающего а оле рука получается дрогнула дрогнула пожалела оля на своих модераторов ну знаете это дело такое одно дело получать а вот другое дело дарить отдавать ведь многие люди люди потребители они очень любят получать и считают что им по жизни всем должны а вот когда встает а такой вопрос а чем вы можете людей отблагодарить вот вам пожалуйста люди за верную долгую службу наклеечки на окна клейтесь как говорится не об клеите не обляпайтесь да ну вот на стриме сидит оля и говорит спасибо что не забываете отправлять донаты я в шоке представляете словно и следит за всеми кто забыл отправить так она быстро все отправили донаты на баню кстати нас на баню на данный момент собрано 135 тысяч но тоже в принципе немало продает только сейчас поголовье скота потому как она сказала что устала 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 все на ней одной она одна не справляется тем более она сейчас как известно в положении да на мужа надежды я так понимаю никакой я если честно вообще не понимаю как она там и с чем она справляется и как она все успевает имея а помимо хозяйства пусть она сейчас даже не такое большое да и сейчас у нее проходит ликвидация того самого хозяйства как она справляется имея 11 детей и при этом имея хозяйство она часами сидит и стримит вот честно ну не понимаю прекрасно знаю что когда люди держат хозяйство не имея даже кстати 11 детей у них свободного времени практически не остается а здесь она до занимается еще youtube он занимается плотно каналом и стримит по два часа по полтора часа по два с половиной часа то есть ну и сейчас насколько я поняла оля прекрасно поняла в ее голову пришла здравая мысль зачем ей нужно это хозяйство ведь этим делом надо заниматься это надо вкалывать много трудиться муж помогать как ну по ее словам уже и в принципе видно что он особо то не хочет не горит желанием да ну и потом куда-то все это нужно каким-то образом сбывать реализовывать рынок нужен найти покупателей тоже не просто да ну и естественно наверное исходя из всего вышеперечисленного оля а именно поэтому и приняла решение чтобы как раз таки ликвидировать почти все свое хозяйство кстати похвасталась нам ольга своими забитыми морозилками которые забиты у нее мясо простите говорит мол пост а я вот вам здесь мясом хвастаюсь знаете вот честно не люблю я вот таких вот просящих да тем более таких которые знаете сами живут прекрасно почти жируют но вечно стоят с протянутой рукой подайте у люди добрые кто что может у меня кстати есть видео по прошайки на ю тубе там я тоже говорила в том числе и про олю быкову этому видео несколько месяцев так вот что касается ольги быковой и вот мне хочется знаете спросить у тех кто постоянно дает и донатит конечно это ваше личное дело но на самом деле есть огромное количество людей которые действительно в этом нуждаются да а вы даете людям которые живут на самом деле лучше вас которые собирают на баньки простите стоимостью в 600 тысяч рублей у многих дома такие да и вот я хочу спросить у тех людей которые высылают донаты на тебе оленька 50 100 рублей 200 рублей 500 рублей с нашей пенсии с нашей зарплаты отрываем от себя отрываем от своих родных и близких а у вас то есть вот такие вот морозилочки полные забитые мясом а у вас есть такие баньки стоимостью в 600 тысяч ну понятно еще оле этой баньки нет но она будет естественно раз донат стоит 135 тысяч каким-то образом же собрать ну и конечно же а можете ли вы похвастаться такими зарплатами какая имеется у оле на ю тубе да это только ее зарплата с ю туба это не считая того что ей донатят я думаю что навряд ли многие из вас точно всем этим вышеперечисленным мною точно не могут похвастаться так вот просто хочется обратиться к таким людям вы хотя бы смотрите иногда смотрите кому вы даете свои деньги выдаёте их людям которые порой живут лучше вас живут и не тужат и все у них нормально и хорошо ну а далее друзья мои полный прикол стоит оля в подвале вот как раз таки показывает эти морозилки с мясом и говорит мол да вот здесь такое хорошее помещение такой прекрасный подвальчик здесь можно могут стоять не только морозилки но значит и еще там всевозможные вещи и даже прачечная мол может быть здесь хотя раньше оля говорила о том что прачечная у нее должна быть в бане на первом этаже но видимо что-то поменялось планов что-то поменялось но сказала оля подвал этот нужно конечно доделывать его необходимо утеплять то есть я так понимаю план до оля планы оли наполеоновские и наверное сразу же после доната на баню будет донат на утепление улучшение подвала но это мое мнение так что дорогие мои придется конечно многим открывать свои кошельки наверное как-то так к тем кто еще не смог открыть глаза придется раскрыть свои кошельки ну и очередной влог который я посмотрела назывался мачеха по неволе здесь оля рассказывает о том что двоих детей пришлось принять в семью и это дети от первого брака ее мужа да я помню эту историю я смотрела тогда передачу мужской женской на тот момент ольга насколько я понимаю еще не была блогером честно у меня эта передача оставила двоякое такое ощущение впечатление да и не только у меня да многие тогда не поверили то в чем обвиняли пытались обвинять родную мать но да ладно как сказала оля суды еще идут и как бы дело еще не закрыто и вот ольга говорит рассказывает что преклоняется перед теми кто берет чужих детей чужих заметьте по генетике и так далее и рассказывает как тоже ей это было все сложно взять этих деток принять этих деток да и полюбить этих детей и мол это очень и очень тяжелая работа и эта работа делается по сей день так сказала ольга знаете я послушала всю вот эту вот ситуацию и хочу немножко ее прокомментировать что касается того что сказала ольга согласна с тем что молодцы те люди которые действительно берут чужих детей именно чужих детей да которые берут деток с детских домов для меня лично это тоже люди герои ну конечно если в их поступках так скажем нет никакой корысти да если люди подходят к этому решению осознанно взвешивая все за и против и начинают любить чужого ребенка как своего очень много прекрасных семей действительно прекрасных которые хотели бы иметь детей но у них нет к сожалению такой возможности и и они естественно прибегают к тому чтобы взять деток из детских домов и конечно честь и хвала и низкий поклон таким таким людям да и это я считаю нормально это действительно не знаю в моем понимании это героизм здесь я с ольгой согласна но простите о каком героизме и о чем можно говорить просматривая олену сторону в оленом случае это не чужие дети как она сказала это не дети с чужой генетикой это дети простите ее любимого человека это дети ее мужа и он насколько я помню тоже в свое время взял ее а с детьми то есть о каком героизм в данном случае вообще может идти речь верующие люди не должны так говорить преступлением было бы как раз таки если бы при живом отце дети бы попали в детский дом если ты любишь человека если ты любишь своего мужа ну в данном случае берем мужа потому что она рассказывает о себе как она принимала этих детей то ты должна полюбить и его детей потому что его дети это его частичка это частичка его да то есть еще раз делаю акцент на том что дети здесь не чужие а дети любимого мужчины любимого мужа и это огромная разница и это его генетика кстати оля это не генетика чужая да то есть понятно что мать другая но отцом является твой муж то есть это его по крови родные дети вот знаете пол ролика оля рассказывает о том как ей было сложно взять принять полюбить этих детей какую работу над собой ей пришлось провести да и и вот я слушала это слушала слушала причем человека который говорит о том что он верующий истинно верующий крестится молится и думаю а почему же оля говорила исключительно только о себе о своих чувствах о своем готова не готова могу не могу хочу не хочу почему-то оля забыла здесь о чувствах детей она почему-то забыла не сказала о том а каково же было этим деткам которых уже предала родная мама да каково им было войти в новую в чужую семью к чужим людям ведь по сути они уже давно не жили со своим отцом и возможно даже его не помнили что чувствовали дети о своих чувствах да она сказала а вот о чувствах детей она почему-то даже не подумала и вот как-то мне если честно это странно и опять знаете рассказывая о детях о том что длятся суды и суду длятся по сей день она опять начала даже вот эту вот святую тему сводить к финансам и к деньгам и помощи она рассказывала о том как они переехали на тот момент им было крайне крайне тяжело и вот тогда им помогали деньгами и друзья и знакомые и родственники в общем все на свете да суды как уже я говорила длятся и по сей день и в общем как-то это все вот оля говорила и меня знаете весь ролик не покидала мысль а зачем такое название название у верующего человека мачех по неволе вот согласитесь со мной что название очень и очень странно да то есть не дай бог дети вот это прочтут увидят или увидят их одноклассники или еще кто-то да и будут прекрасно понимать что она их не хотела да и вот волей-неволей ей пришлось их взять принять полюбить да и сердце оттаяло как она говорила так для чего такое название ну ради просмотров наверное я так понимаю ради контента ну а как иначе можно сказать что человек выложил выкладывать такое название имея такую достаточно немаленькую аудиторию большой канал но это что касается детей и всей этой ситуации и вообще еще один момент весь ролик знаете пока ольга рассказывала про детей про суды я смотрела на тюки сена да на тюки сена которые были заулены спиной и я вот смотрела на эти огромные тюки и думала а куда теперь пойдет вот это сено ведь оно им теперь не нужно абсолютно в таком количестве не нужно потому как из хозяйства у ольги почти ничего не осталось не знаю может быть конечно оля последовать своей излюбленной фразе да не оскудеет рука дающего и отдаст отдаст безвозмездно то есть даром сена тому кто в нем нуждается больше чем ольга раз оно ей теперь не нужно в таком количестве ну честно я как-то слабо и слабо в это верю зная ольгу так что друзья мои ждем открытия второго канала предполагаю что это будет из серии будни многодетки примерно такой контент да примерно такой контент вот устала я так поняла оля от фермерства устала от хозяйства и решила сделать ход конем посмотрим что из этого получится видимо поняла что не все соки она еще выжила из своего зрителя сможет выжить еще больше но возможно даже будет показывать своих детей иначе что она будет показывать я не знаю как говорится поживем и увидим но у меня на сегодня все всех целую и обнимаю всем желаю прекрасного дня хорошего настроения берегите себя и своих близких конечно же здоровья вам в первую очередь для тех кто не подписан подписывайтесь на канал ставьте лайки и оставляйте свои комментарии все всех целую всем пока пока пока